Когда солнце в зените, сотрудники зоопарка включают душ для слонов. Других животных просто поливают из шланга. Ну хотя бы так их можно немножко охладить. Конечно же, очень важно, что мы даем возможность животным спрятаться в тени. И даже африканским животным сегодня в Германии все равно жарко. Мы даем также, например, гориллам и орынгутангам мешки, картофельные мешки и белые простыни. Животные накрываются вот таким образом и спасаются от солнца. Понятно, что детям тут хорошо. Они могут посмотреть на животных вблизи. Вообще-то мне очень жаль животных, особенно белых медведей. В природе у них явно больше места, а здесь какой-то таз и все. Я был однажды в Нью-Йорке, в зоопарке. Так вот там, например, было точно прохладнее. Я имею в виду пингвинов. И лучше там было. Или белый медведь. Тут я видел воду. Она слишком грязная и зеленая. Мне было очень жалко белого медведя. Он выглядел вот таким печальным из-за жары. Я не знаю, смешанные у меня чувства. С другими животными вроде все в порядке, но с белым медведем явно что-то не то. Мне кажется, вообще-то все очень жестоко. Кому-то проще. Белые медведи, например, и королевские пингвины ныряют в холодную воду. С пингвинами-то да, там температура воды всегда плюс 6 градусов. А вот в бассейне у белых медведей, по-моему, не так все приятно. Ну да, это их спасает в самом начале. Утром, конечно, а днем вода прогревается до 30 градусов. И реально охладиться не получится. А еще у нас есть охлажденный корм, типа мороженого для медведей и обезьян. Кусочки фруктов мы кладем либо в воду, либо в йогурт и помещаем в морозилку. Получаются такие ледяные бомбочки. И животные с большим удовольствием их грызут. Это вообще, конечно, экстремальная жара. Я работаю в зоопарке 38 лет. И такого практически не было, чтобы стояла такая засуха и чтобы вообще не было дождей. Последний раз что-то похожее было в 2003 году. Ну вообще, конечно, иногда некоторым животным тут лучше, чем людям в городе. И плавающим, и хищникам. Всем хорошо и уютно. В принципе, как, наверное, всем людям в этой стране. Думают и про людей, думают и про животных. Очень великолепно.